Добрый день! Приветствую вас на моем канале музыкальный журнал «Ревкат Эксбенд» и рубрикой это называется «Видеорассказы». Итак, Александр Иванович Куприн. Рассказ называется «Дознание, 1894 год». События происходят в одной из воинских частей царской армии. Среди солдат произошел неприятный случай. Кто-то украл у рядового Венедикта Исипаки голенища и 37 копеек. Похитителя никто не видел. Высшее начальство поручило провести дознание некоему подпоручику Козловскому. Все подозрения пали на рядового Мухаммета Байгузина. Так как тот три недели был в бегах, что было грубейшим нарушением воинского устава и каралось экзекуцией. Поручик Козловский решил опросить всех, кто имел отношение к этому делу. И стал вызывать солдат по очереди. Первым в комнату вошел Фельдфебель Остапчук. «Расскажи-ка, братец, расскажи-ка, кто там эту кражу-то совершил? Сапоги там какие-то, что ли? Черт знает, что такое!» «Так что, ваш, бродь, сижу я и переписываю наряд». Внезапно прибегает ко мне дежурный этот самый, значит, Пескун и докладывает. «Так и так, господин Фельдфебель, вроде неблагополучно». «Как так неблагополучно?» «Точно так, говорит, у молодого солдатика сапоги украли и тридцать семь копеек денег». «А зачем, он, спрашиваю, сундука не запирал?» «Потому что, ваше скородье, у них у каждого при сундучке замок должен находиться. Точно так, говорит, он запирал, только у него взломали». «Кто взломал, кто смел? Это что за безобразие?» «Не могу знать, господин Фельдфебель. Тогда я пошел к родному командиру и доложил, так и так, ваше сородье, и вот что случилось. А только меня и это время вроде-то не было, потому что я, ну, ходил до оружейного мастера». «Это все, что тебе известно?» «Точно такс». «Ну, а этот солдат Байгузин, хороший он солдат. Раньше его замечали в чем-нибудь?» «Точно так, в прошлом году в бегах был три недели». «Я полагаю, что эти татарии – самая несообразная нация, потому что они на Луну молятся и ничего по-нашему не понимают. «Я полагаю, ваше сородье, что их больше татар, то есть, ну, ни в одном государстве не водится». Фельдфебель любил говорить с образованным человеком. Козловский слушал молча и кусал ручку пера. «Ну и что же теперь будут с Байгузиным-то делать?» Фельдфебель ответил самым благосклонным видом. «Надо полагать, что Байгузина, ваше сородье, будут теперь пороть, потому что, ну, ежели бы он в прошлом году не бегал, то, ну, тогда дело другого рода. А теперь я так полагаю, что его беспременно выдерут, потому как он штрафованный». Затем вошел ефрейтор Пескун. Он еще не дорос до разбирания степени авторитетности начальства и потому одинаково пучил на все глаза, стараясь говорить громко, смело и притом всегда правду. «Так ты не знаешь, кто украл у молодого солдата Есипаки голенища?» Пескун закричал, что он не может знать. «А может быть, это Байгузин сделал?» «Точно так, ваше бродье!» — закричал Пескун радостным и уверенным голосом. «Почему же ты так думаешь?» «Не могу знать, ваше бродье!» «Так ты, может быть, и не видал вовсе, как он украл-то?» «Никак нет, не видал. А когда солдаты пошли на ужин, то он все около нар вертелся. Я его спросил, чего ты здесь околачиваешься?» А он говорит, я хлеб свой ищу. «Значит, ты самой кражи-то не видел?» «Не видел, ваше бродье!» «Да, может быть, кто-нибудь еще, кроме Байгузина, там был?» «Может быть, это вовсе и не он украл?» «Точно так, ваше бродье!» С эйфрейтором Козловский чувствовал себя несравненно развязаннее и поэтому назвал его просто ослом, дал ему для подписи дознания и отправил. Теперь Козловский понял, что все дело, в конце концов, сводилось к одному шаткому показанию дежурного пороти – пескуна, который видел Байгузина, околачивающимся во время ужина, в казарме. Что же касается до молодого солдата Ясипаки, то его еще раньше отправили в госпиталь, потому что он заболел трахомой. Наконец Денщик пустил обеих татар. Козловский приказал им подойти ближе. Они сделали еще по три шага, высоко поднимая ноги. «Фамилия!» – обратился к ним офицер. Учербаев очень бойко отчеканил свою фамилию, в которую входили и Оглы, и Гирей, и Мерза. Байгузин молчал и глядел в землю. «Скажи ему по-татарски, чтобы он назвал свою фамилию», – приказал Козловский переводчику. «Мухаммед Байгузин, точно так, ваше воскородие, – Мухаммед Байгузин, – доложил переводчик. Спроси его, взял он у Сипаки голенища?» «Не хочет говорить», – объяснил переводчик. «А по-русски он совсем ничего не понимает?» «Поснимает, ваше собородие. Он даже говорить может». «Эй, карандаш, король имена!» Обратился он опять к Байгузину и заговорил по-татарски, что-то длинное, на что Байгузин отвечал только своим обезьянним взглядом. «Никак нет, ваше собородие, не хочет». Наступило молчание. Подпоручик еще раз прошелся из угла в угол и вдруг закричал со злостью на переводчика. «Иди! Ты мне больше не нужен! Ступай, ступай!» Когда Кучербаев ушел, Козловский еще долго ходил из угла в угол вдоль своей единственной комнаты. В трудные минуты жизни он всегда прибегал к этому испытанному средству, и каждый раз, проходя мимо Байгузина, он сбоку, так, чтобы это было незаметно, рассматривал его. Этот защитник Отечества был худ и мал. Точно двенадцатилетний мальчик. Его детское лицо, коричневое, скуластое и совсем безволосое, смешно и жалко выглядывало из непомерно широкой серой шинели с рукавами по колени, в которой Байгузин болтался, как горошина в стручке. Глаз его не было видно, потому что он их все время держал опущенными. «Отчего ты не хочешь отвечать?» — спросил подпоручик, остановившись перед солдатом. Татарин молчал, не поднимая глаз. «Ну чего же ты молчишь, братец? Вот про тебя говорят, что ты взял голенище. Так, может быть, это и не вовсе и не ты был, а? Ну говори же, взял ты или нет, а?» Не дождавшись ответа, Козловский опять принялся ходить. Осенний вечер быстро темнел, и все в комнате принимало скучный и серый оттенок. Углы совсем потонули в темноте, и Козловский с трудом различал понурую, неподвижную фигуру, мимо которой он каждый раз проходил. Поручик понимал, что если бы он так продолжал ходить весь вечер и всю ночь, вплоть до утра, то и понурая фигура продолжала бы так же, неподвижно и молчаливо стоять на своем месте. Эта мысль была ему особенно тяжела и неприятна. Стенные часы с гирьками быстро и глухо пробили 11 часов, потом зашипели и, как будто бы в раздумье, прибавили еще три. Стало так темно, что Козловский уже не различал фигуры татарина. На печке заиграли длинные бледные пятна от восходившего молодого месяца. «Послушай, Байгузин», — заговорил Козловский искренним, дружелюбным тоном, «Бог ведь у нас есть, и Бог ведь один. Ну, Аллах, что ли, по-вашему? Так ведь надо правду говорить, а? Если не скажешь теперь, все равно потом узнают, и будет еще хуже. Осознаешься, все-таки не так. И я за тебя попрошу, честное слово, уж я тебе говорю, что просить буду за тебя, понимаешь? Одно слово — Аллах». Опять в комнате сделалось тихо, и только часы стучали с настойчивым и скучным однообразием. «Но, Байгузин, я же тебя как человек прошу, ну, просто как человек, а не как начальник. Ну, начальника нет, ёлка, понимаешь? У тебя отец-то есть, а? Может быть, и они есть?» — прибавил он, вспоминая случайно, что по-татарски мать — это они. Татарин молчал. Козловский прошелся по комнате, перетянул кверху гирьки часов, и затем, подойдя к окну, стал глядеть с тоскливым сердцем в холодную темную осеннюю ночь. И вдруг он вздрогнул и услышал сзади себя хриплый и тонкий голос. «Они есть!» Козловский быстро обернулся. Он как раз в это время думал, что и у него есть они. Милая старушка, мама, от которой он отдален пространством в полторы тысячи верст. Он вспомнил, что, в сущности, без нее он был совсем одинок в этом крае, где говорят ломаным русским языком и где он всегда чувствовал себя чужим. Вспомнил ее теплую, ласковую и нежную заботу. Козловский вспомнил, что иногда, увлекаемый шумно и подчас безалаберной жизнью, он позабывал в продолжение месяцев отвечать на ее длинные, обстоятельные и нежные письма, в которых она неизменно поручала его покровительству царице небесной. Между подпоручиком и молчаливым татарином вдруг возникла тонкая и нежная связь. Козловский решительно подошел к солдату и положил ему руки на плечи. — Ну, послушай, голубчик, говори правду. Украл ты или не украл эти голенища? Байгузин потянул носом и повторил точно эхо. — Украл голенище. — И тридцать семь копеек украл? — Тридцать семь копеек украл. Подпоручик вздрогнул и опять зашагал по комнате. Теперь он уже сожалел, что начал разговор про маму и довел Байгузина до осознания. Раньше, по крайней мере, хоть не было ни одной прямой улики, но околачивался бы он в казарме, и что же из того, что околачивался, и никто бы ничего не мог доказать, а теперь уж по одному чувству долга приходится его сознание записать. — Да, да полно долг ли это? А может быть, долг-то мой теперь в том и состоит, чтобы этого сознания не записывать? Ведь проникло же ему в душу какое-то хорошее чувство, и даже, вероятнее всего, раскаяние. А его, как рецидивиста, уже непременно, непременно высекут. Разве это поможет? Вот и они, мама, у него тоже есть, и кроме того, долг. Ведь это тягучее понятие, как говорит капитан Гребер. Ну а если его еще раз будут допрашивать, ну не могу же я входить с ним в соглашение, учить его обманывать начальство? Или какого черта только я про эту маму вспомнил? — Ах ты, бедняга, бедняга, я же тебе своим сочувствием беды наделал. Поздно ночью, ложась в постель, он спросил у своего денщика, что, по его мнению, сделают с Байгузиным. — Беспременно его выдерут, ваше благородие, — отвечал денщик убежденным тоном. — Да как же его еще не драть, когда у солдата последнее глинище тащит? Солдат — человек богу обреченный. Где же это видно, чтобы у своего брата последнее глинище воровать? Скажите-ка, пожалуйста. Стояло ясное и слегка морозное осеннее утро. Трава, земля, крыши домов — все было покрыто тонким белым налетом инея. Деревья качались тщательно напудренными. Широкий казарменный двор, обнесенный со всех сторон длинными деревянными строениями, кишел точно муравейник серыми солдатскими фигурами. Небольшая кучка офицеров стояла в стороне, вокруг батальонного командира. Предметом разговора служил рядовой Байгузин, над которым должен был сегодня приводиться в исполнение приговор полкового суда. Разговором больше всех завладел громадный рыжий офицер в толстой шинели солдатского сукна с бараньим воротником. Вот у нас в Бурсе так действительно драли. Хочешь, не хочешь, бывало, а в субботу снимай штаны, так и говорили. Правда твоя, миленький, правда. А ну-ка ложись. Коль виноват в наказании, а не виноват в поощрение. Но этому сильно должно быть достанется, вставил батальонный командир. Солдаты воровства не прощают. Рыжий офицер быстро повернулся в сторону батальонного, с готовым возражением, но раздумал и замолчал. Ваши всородия, ведут этого самого татарчонка. Живой четырехугольник вдруг зашевелился без всякой команды и затих. Офицеры поспешно пошли к ротам, застегивая по ходу перчатки. Батальонный командир вышел на середину батальона и, повернувшись задом к Байгузину, протяжно и резко закричал командные слова. На караул привели осужденного. Татарин стал снимать шинель, но делал это очень медленно, так что выскочившие люди принуждены были помочь ему. Некоторое время он колебался, не зная, что делать с этой шинелью. Наконец, постелил ее аккуратно на землю и начал раздеваться. Тело у него было черное и до странного худое. У Козловского мелькнула мысль. Что татарину должно быть очень холодно, и от этой мысли офицер задрожал еще сильнее. Татарин стоял неподвижно. Хлопотавшие вокруг него солдаты стали ему показывать, что надо ложиться. Он медленно, неловко опустился на колени, касаясь руками земли, и лег на разосланную шинель. Один солдат, присев на корточке, стал держать его голову, другой сел ему на ноги, третий унтер-офицер стоял в стороне, чтобы считать удары. И только в это время Козловский заметил, что на земле в ног остальных двух, которые встали по бокам Байгузина, лежали связки красных гибких прутьев. Батальонный командир кивнул головой, и барабанщик громко и часто забил дробь. Два солдата, стоявшие по бокам Байгузина, нерешительно глядели друг на друга. Ни один из них не хотел нанести первый удар. Унтер-офицер подошел к ним и что-то сказал. Тогда, стоявший по правую сторону, стиснув зубы, сделал ожесточенное лицо, взмахнул быстро розгами и так же быстро опустил их, нагнувшись всем телом вперед. Козловский услышал отрывистый свист прутьев, глухой удар и голос унтер-офицера, крикнувшего «РАЗ!». Татарин слабо, точно, удивленно вскрикнул. Унтер-офицер скомандовал «ДВА!». Стоявший слева солдат так же быстро взмахнул розгами и нагнулся. Татарин опять закричал. На этот раз громче, и в голосе его отозвалось страдание истязуемого молодого тела. Козловский поглядел на стоявших рядом с ним солдат. Их однообразные серые лица были так же неподвижны и безучастны, как всегда они бывают в строю. Но ни сожаления, ни любопытства, никакой мысли нельзя было прочесть в этих каменных лицах. Подпоручик все время дрожал от холода и волнения. Всего мучительнее было для него ни крики Байгузина, ни сознание своего участия в наказании, а именно то, что Татарин и вины своей, как видно, не понял. И за что его бьют, не знают толком. Он пришел на службу, наслышавшись еще дома про нее всяких ужасов, уже заранее готовый к строгости и несправедливости. После сурового приема, оказанного ему ротой, казармой и начальством, было бежать к родным Белебеевским Нивам. Его поймали и засадили в карцер. Потом он взял эти голенища и из каких побуждений взял, для какой надобности он не сумел бы рассказать даже самому близкому человеку, отцу или матери. И сам Козловский не так мучился бы, если бы наказывали сознательного, расчетливого вора или даже хоть совсем невинного человека. Но только бы способного чувствовать весь позор публичных побоев. Сто ударов были отсчитаны, барабанщик перестал бить, и вокруг Байгузина опять закопошились те же солдатики. Когда татарин встал и начал неловко застегиваться, его глаза и глаза Козловского встретились. И опять, как и во время дознания, подпоручик почувствовал между собой и солдатом странную духовную связь. Четырехугольник дрогнул, и его серые стены начали расходиться. Офицеры шли все вместе к казарменным воротам. — Шо ж, — говорил рыжий офицер в капоте, делая руками широкие и несуразные жесты, — разве это называется выдрать? У нас в Бурсье, когда драли, так раньше розги в уксусе выпаривали. О, дали б мне этого татарина, и я б ему показал эти голенища. А то не дерут, а просто так щекочут. У Козловского вдруг что-то зашумело в голове, а перед глазами поплыл красный туман. Он заступил дорогу этому рыжему офицеру и с дрожью в голосе, чувствуя себя в эту минуту смешным и еще более раздражаясь от такого сознания, закричал визгливо. — Вы уже сказали эту гадость, и не трудитесь повторять все, что вы говорите, бесчеловечно и гнусно! — Рыжий офицер, глядя сверху вниз на своего неожиданного врага, пожал плечами. — Вы, верно, молодой человек, нездоровый? Чего вы ко мне прицепились? — Чего? — закричал визгливо Козловский. — Чего? А того, что вы... Что если вы сейчас же не замолчите? Его уже тянули назад за руки встревоженные неожиданные ссоры офицеры, и он, вдруг закрыв лицо ладонями, разразился громкими рыданиями, сотрясаясь всем телом. Точно плачущая женщина и жестоко до боли, стыдясь своих слез. 1894 год Играет музыка